Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха, аззаваджалля, сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на очаших весов. С вами пятая серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлых сериях мы успели увидеть внушительные завоевания татаро-монголами восточной части исламского мира и падение её важнейших городов. Падение Бухаре, падение Самарканда, падение Герата, падение Балха, падение Мерве, падение Кабула. Падение множества мусульманских городов в нескольких исламских странах. Ужасающее покорение востока исламского мира практически без сопротивления. Лишь в нескольких отдельных регионах пытались дать отпор. Наверное, одним из самых известных таких случаев является борьба Джалалуддина, сына Харизмшаха в Афганистане. Но, как мы уже говорили, эта борьба велась ради личных выгод, добиваясь этим власти и имущества. Поэтому воины были лишены стойкости и в итоге потерпели разгромное поражение, поддавшись искушению за получение трофеев и мирского имущества. Джалалуддин бежал в Индию, бросив свой народ, бросив даже свою семью, как было рассказано в предыдущей серии. Татаро-монголы, естественно, после этого сражения продвинулись к городу Казни, основному городу, в котором Джалалуддин сын Харизмшаха выстроил свою оборону и сделал его своей столицей и полностью уничтожили его. Затем они принялись за город Герат, который также уничтожили. Далее они взялись за иранский регион и западную часть Харасаны. Бурей пронесясь по нему, они достигли с севера Ирана. Если вы взглянете на карты вместе со мной, то увидите на севере Ирана Азербайджан. Азербайджан – это исламский очень большой регион, который также полностью был разгромлен, дорогие братья и сестры, да так, как прежде не знала история. Ошеломительная экспансия, и всё, о чём мы сейчас говорим, происходит в 617 году Хиджры. Пройдя Азербайджан, они дошли до границ Армении. Армения в то время была христианской страной, которая уже довольно продолжительное время в истории вела периодические войны с мусульманами. Татаро-монголы же завоевали её в мгновение ока. Армения стала их очередной добычей. Понятно, что татаро-монголы не делали различия между мусульманами и христианами или другими. Их целью было разрушение, разорение и расширение границ, насколько возможны. И, конечно, всё это под руководством Чингисхана, величайшего лидера татаро-монгольской империи. Мы говорим о 617 году по Хиджре. И представьте себе, первое появление татаро-монгольского государства было в 603 году. То есть, всё, о чём мы говорили, произошло всего за 14 лет. Таков возраст татаро-монгольской империи на данный момент. Империя без истории, но её развитие в то время просто поражало. Затем, после взятия Армении, они подступили к государству Курдж. Курдж – это провинция, на сегодняшний день это страна Грузия. В ней проживали многие христианские языческие народы. И эта страна на протяжении своей истории также находилась в постоянных конфликтах и войнах с мусульманскими странами. Но татаро-монголы завоевали и её и присоединили к татаро-монгольской империи. Далее они направились к югу России и добавили его к своим завоеваниям. Нечто невообразимое, дорогие братья. Представьте себе, какое огромное государство. Эта империя за один год за границ Китая прошла через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран. Через большую территорию Азербайджана, через всю Армению и Грузию, а также часть России. И всё это всего за один год. Это с трудом укладывается в голове. Да, именно так. Ибн Аль-Асир в своей книге «Аль-Камиль» говорит. Это что-то неслыханное и невообразимое. Однако это то, что реально случилось. Одним из примеров того, что делали татаро-монголы в своих войнах, служат следующие. Татаро-монголы вошли в город Мираги в составе большого региона Азербайджан. С очень малочисленным войском. Настолько малочисленным, что историки, рассказывающие об этом, пишут, что один монгольский воин. Просто послушайте об этом. Один монгольский воин ступал на улицу, где находились сотни мужчин из мусульман. И он убивал их всех, не встретив ни от кого из них сопротивления. Это показывает то состояние, до которого дошло мусульманское общество, исламская умма, будь то правители или простой народ. Будь то армия или обычные граждане. Это касалось каждого в исламской умме. И согласитесь, что правители – это абсолютно естественные плоды своего общества. В каком состоянии был народ, такое же чувство одолевало и правителей, в то тяжкое время, через которое прошла исламская умма. У кого-то может возникнуть вопрос. Для всего, что случилось, должны быть основания своей причины. Да, чуть ранее мы говорили о грехах и пороках, роскоши и отсутствии подготовки и тому подобных причинах. Я хочу вместе с вами перейти к следующему году. И вступив в 618 год, пронаблюдать за некоторыми явлениями, которые раскрывают нам характер мусульманского общества в то время. 618 год по хиджри, то есть по пришествии года после вторжения татаро-монгол на исламские земли. Мы столкнемся с явлением, которое я называю «феномен» – политическое косоглазие. Что означает политическое косоглазие? Это когда люди неправильно расставляют приоритеты. Не отличают врага номер один от врага номер два. Не делают различий между опасным и менее опасным врагом. Не знают, кто враг, а кто союзник. Не различают между соседями и чужаками. Ни в чем не разбираются. Политическое косоглазие. Решения принимаются спонтанно. Указы издаются необдуманно. Это все никак не может указывать на разумный и рациональный подход в политике в исламском мире на то время. Одним из примеров этого феномена, политического косоглазия, является то, что случилось в 618 году. Когда один из правителей мусульман, Амир, Эмираты, провинции, княжества, Масул, по имени Ашраф ибн Аль-Адиль, и их, конечно, имена у всех, ма шалла, громкие, Ашраф, почтеннейший, Адиль, справедливый, Наср, поборник, очень статусные имена. Однако они бессмысленны. Значение этих имен никак не проявлялось в жизни. Когда один из правителей увидел некоторую слабость региона Грузии, эта слабость была следствием поражения, которое потерпели татаро-монголы в России. В России татаро-монгольское войско было однажды разбито булгарскими племенами. Это племена, жившие в России, не путайтесь с современной Болгарией. Да, они потерпели поражение, но это случилось из-за малочисленного войска татаро-монголов. Таким образом, татаро-монголы потеряли свое господство над многими землями. Они потеряли власть над российскими землями, над Грузией, Арменией и частью Азербайджана, и были вынуждены отступить со всех этих территорий, по сути, из-за того, что татарское войско было немногочисленное. А основные силы татаро-монгольской армии были сконцентрированы в Самарканде, как мы сказали, под руководством Чингисхана. Когда случилось это поражение, и татаро-монголы лишились своего положения в Грузии, этот правитель взял все свое войско и атаковал Грузию, вспомнив давнюю историю борьбы Грузии с мусульманами. Политическое косоглазие. Чья армия сейчас опаснее? Для чего нужно было мобилизировать наши войска, наших воинов и наши силы? Для войны с Грузией или для борьбы с татаро-монголами, которые тяжким бременем лежали на спине, половина исламской уммы. С самой восточной границы Казахстана, вплоть до западной границы Ирана, было оккупировано монгольским нашествием. Зачем воевать с Грузией и терять в этой войне свои силы? Наоборот, можно было заключить политический союз с Грузией в это время. Почему нельзя было заключить политический союз, не идя ни на какие уступки для совместного сопротивления татаро-монголам? Ведь и сама Грузия вкусила горечь татаро-монгольского ига. Произошло ужасное сражение между мусульманами и жителями Грузии, на которое было брошено много сил и из-за которого пропала всякая надежда на взаимопомощь между этими соседями. Каждый из них теперь подстерегал другого. Татаро-монголы же после этого вернулись для того, чтобы завладеть ими обоими. Нет видения, дорогие братья, нет понятия, нет правильной оценки приоритетов, нет абсолютно никакой политической подкованности. Таковой была реальность, в которой проживала исламская умма. Другой не менее удивительный случай, который мы можем отметить в 618 году, связан с появлением Гаясуддина Ибн Харизмшаха в Иране. Кто такой Гаясуддин Ибн Харизмшах, ясно из его имени. Гаясуддин, сын Мухаммада Харизмшаха, это брат Джалалуддина, который бежал в Индию, и сын Мухаммада Харизмшаха, который скончался в Каспийском море. Гаясуддин, воспользовавшись относительным простором, возникшим после отступления монгольских сил, вслед за своим поражением от Булгар, стал расширять территорию своего влияния в Иране и Азербайджане. Конечно, мы скажем это отлично, что кто-то из мусульман старается увеличить силы мусульман на этих землях, готовясь однажды встать на пути татаро-монголов. Что сделал Наср-ли-Диниллях? Кто вообще такой Наср-ли-Диниллях? Имя довольно громкое, поборник религии Аллаха. Можно подумать, что это один из величайших людей ислама, что это выдающийся лидер мусульман. Он действительно был халифом мусульман. Наср-ли-Диниллях был аббасидским халифом мусульман в то время. Но был он человеком несправедливым. Он завышал побираемые с народа налоги и подати. Он проводил жизнь в удовольствии, заботился лишь о своем богатстве и своей семье. И никоим образом не занимался административными, политическими, военными или любыми другими делами государства, коими обычно должен заниматься любой правитель мусульман. Что же сделал Наср-ли-Диниллях, когда увидел, что Гая-Суддин набирает силу в своих краях? Знаете, что он сделал? Он стал переписываться с Иааном Ат-Таиси. А кто такой Иаан Ат-Таиси? Иаан Ат-Таиси – это дядя Гая-Суддина, сына Харизмшаха, его родной дядя. В свои переписки с ним он подстрекал его и обещал оказать ему поддержку имуществом и армией, если он развяжет войну с Гая-Суддином, сыном Харизмшаха. Субханаллах. Где сейчас находится Гая-Суддин, сын Харизмшаха? Гая-Суддин находится на территории Ирана. То есть он, по сути, является защитным барьером для аббасидского халифата от армии татаро-монголов. Если Гая-Суддин потерпит поражение, татаро-монголов вплотную приблизится к аббасидскому халифату. Но он даже не думал обо всём этом. Ещё одно политическое косоглазие, как мы его назвали. Он пишет к Иаану Ат-Таиси для того, чтобы посеять смуту между ним и Гая-Суддином. Почему? Потому что в истории Харизмского государства было соперничество с аббасидским халифатом. И теперь появилась возможность взять реванш у Гая-Суддина и его семьи. И эта идея понравилась дяде Гая-Суддина Иаану Ат-Таиси. Он действительно собрал некоторых людей, собрал некоторые сбежавшие группы, некоторых наёмников, и, получив средства от аббасидского халифа, создал армию и начал войну. Войну с кем? Со своим племянником Гая-Суддином, сыном Харизмшаха. И случилось ужасное сражение, в котором погибло большое количество мусульман. Разве такое укладывается в голове? Разве разумно то, когда мусульмане воюют с мусульманами, и когда мусульмане умирают от рук мусульман, в то время как татаро-монголы находятся у ворот? И когда мы видим подобные события, мы понимаем, как татаро-монголы смогли завоевать такие огромные территории. Почему исламский мир пал так легко под натиском татаро-монголов? Всё из-за этих укрепившихся болезней в сердцах мусульман. Иан Ат-Таиси потерпел поражение в своём походе против Гая-Суддина. Его войско пало. Гая-Суддин же остался единственным предводителем данного региона. И он продолжил расширять свои владения. Тогда Наср ледениллях сотворил нечто ещё более отвратительное. Что, как вы думаете, он сделал? Он стал переписываться с татаро-монголами для заключения союза с ними против Гая-Суддина. Оллах. Как он может привести армию татаро-монголов в силу номер один в мире на то время, зная совершенно точно, что как только она покончит с Ираном, она непременно направится к Ираку для того, чтобы разрушить аббасидский халифат? Как он смеет приводить их сюда и уговаривать их бороться вместе с ним против Гая-Суддина, сына Харизмшаха? Даже если Гая-Суддин не прав или Джалалуддин не прав, и многое из того, что они делали, неправильно. Однако, субханаллах, дорогие братья, правильный взгляд на вещи оказался полностью скрыт от глаз мусульман. Но татаро-монголам не было дела до Насра ледениллях. Они были заняты закреплением своих позиций на других территориях, оправлением после поражения от Булгары и подготовкой своих сил для других экспедиций. Поэтому они не ответили согласием в это время. Джалалуддин, сын Харизмшаха, вы помните его? Субханаллах, конечно, вы еще помните о нем. По прошествии нескольких лет он вернулся. Он вернулся в 622 году по хиджре после того, как увидел, что его брат Гая-Суддин смог добиться власти над территорией Ирана. Тогда он решил снова вернуться. Вернуться для того, чтобы получить свою долю от потерянного королевства. Ведь он все еще жил в Индии, и не в согласии и мире с гуридами-мусульманами, жившими там. Он решил вернуться, но прежде чем он это сделал, Гая-Суддин сразился с еще одним мусульманским лидером. Такое часто происходило. Это было весьма обыденно в то время. Они делили между собой мирское, делили государство между собой. Произошло сражение между Гая-Суддином и Саадуддином ибн Дакля, мусульманином, жившим на территории Пакистана. Конечно, в то время эта местность называлась Кирман. Произошло сражение между Саадуддином ибн Дакля и Гая-Суддином. И маше Аллах, имена у всех. Один Саадуддин – счастье религии, другой Гая-Суддин – помощь религии, третий Джалалуддин – величие религии, четвертый Наср – лидинилля, помощник религии Аллаха. И каждый ведет войну с остальными. Произошло сражение между этими двумя сторонами, и по прошествии некоторого времени Гая-Суддин заключил опасное соглашение с Саадуддином. Они договорились поделить страну между собой, субханаллах. Гая-Суддин забирает север Ирана, а Саадуддин ибн Дакля получает юг Ирана и часть земель севера Пакистана. Джалалуддин пришел на эти земли из Индии прямо в это время, когда государство было поделено на две части между этими двумя лидерами. Они поделили все, и даже сами жители местности были разделены. Многие семьи оказались в разлуке, часть из них на севере, а часть на юге. И это были самые близкие люди, имевшие крепкую родственную связь. Все из-за мирского удела. Почему бы не побороться за него? Таковыми, к сожалению, были реалии мусульман. Что сделал Джалалуддин, сын Харизмшаха, когда пришел на эти земли? Он сделал самое последнее, что могло прийти вам в голову. Он объединился с Саадуддином ибн Дакля для войны против своего брата Гая-Суддина. Конечно, это удивительно видеть, как брат воюет с братом, сын сражается против своего отца и так далее. Это удивительно. Но это не просто происходит, а повторяется. И в истории для нас назидание. Заключив союз, Джалалуддин и Саадуддин начали войну против Гая-Суддина. Война длилась долго, пало много мусульман с обеих сторон. В итоге они заключили перемирие, но это перемирие было чисто формальным. Как только появилась новая возможность, договор нарушался и разгоралась новая война. И так далее, и тому подобное. А Джалалуддин вместо того, чтобы отправиться на восток бороться с татаро-монголами, направился на запад для войны с аббасидским халифатом. Для войны с аббасидским халифатом! Субханаллах. Когда он подошел к границам Багдада, Наср ли Динилля сделал ровно то же самое, что и делал до этого. Позвал на помощь татаро-монголов. Ибн Аль-Асир в своей исторической книге «Аль-Кэмиль» комментирует этот поступок и говорит, «Он совершил такой тяжкий грех, рядом с которым все другие грехи выглядят малыми. И что это за грех? Обращение за помощью к татаро-монголам, которые вырезали сотни тысяч мусульман до этого момента. И он просит у них помощи в борьбе против Джалалудина, сына Харизмшаха. Конечно, мы не защищаем Джалалудина, сына Харизмшаха, дорогие братья и сестры. Этот человек был грешником, нечестивцем и притеснителем. Он устраивал невообразимые бойни и кровопролития на землях мусульман. Большинство его войн было внутри исламских государств, и большинство людей, погибших от его рук, были мусульмане. Положение, дорогие братья, было просто отвратительным. Оно продолжалось на исламских землях с 617 года по 624 год. Семь лет подряд, семь лет козней, заговоров, нападок, войн и убийств. То от татаро-монголов, то от рук Джалалудина, сына Харизмшаха, то от рук Гаясудина, сына Харизмшаха и так далее. Так пали исламские государства под ногами своих врагов. В 624 году произошло большое событие для всего мира. В этом году скончался Чингисхан, лидер, создавший свою огромную империю на черепах людей. Большинство этих черепов принадлежало мусульманам. Чингисхан умер, и после него образы правления принял человек по имени Угадей. Кончина Чингисхана покрыта разными тайнами и мифами. Как вы думаете, наши дорогие слушатели, каким образом это произошло? Где и как похоронено тело Чингисхана? Напишите свою версию в комментариях. Итак, Угадей хотел укрепить границы этой великой империи, и поэтому прекратил дальнейшую монгольскую экспансию. Как вы думаете, когда татаро-монголы прекратили свои завоевания по планете, и их хватка в отношении исламских государств ослабла, что предприняли мусульмане в Ираке? А также, как отреагировали на это мусульмане оккупированных стран на востоке исламского мира? И какие меры приняли мусульмане Леванта, Шама, Египта и других мусульманских стран исламского мира? Все это и не только мы узнаем из следующих серий по воле Аллаха. Прошу Аллаха, аззаваджаль, даровать нам понимание его путей, обучить нас тому, что полезно и сделать для нас полезным то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Сура, прощающий, аят 44. Ас-саляму алейкум ва рахматуллах ва баракату.